Мы очень конструктивно сегодня поработали с некоторыми из наших коллег, определили четко какие-то планы касаемо Бельца. То есть я вчера уже, когда я прилетел в Румынию, оттуда на машине, я поехал сразу через Кулян-Бельца, в 2 часа ночи уже разговаривал с дорожниками, они разметку делали в районе Западного вокзала. Значит, я изучаю проблемы муниципальных предприятий, которые есть, я уже понял, где какой дефицит техники, и в ближайшие 2 недели, я думаю, что этот вопрос я решу. С разрешения я сделал предложение нашему примару Николаю Николаевичу, он вроде бы согласен, с 1 августа я оформляюсь на работу как советник примар. Николай Николаевич готов подписать заявление. И более, что, понимаете, вы все прекрасно знаете, когда был марок города, я не пользовался служебным автомобилем, с колоннами, там, за столбой, да, с металлами, на своих машинах, управлялся за свои деньги, все командировки были за мой счет. Просто сегодня мне для того, чтобы вмешаться и в работу того или иного муниципального предприятия принимать решение, мне нужна какая-то должность, потому что, как руководитель партии, я не имею права раздавать команды на муниципальных предприятиях, понимаете. Плюс это облегчит жизни Николая Николаевича, потому что у меня была проблема завтра, это когда вечером после 6-7 закапываешься в бумагах, ну, почты очень много, а это все надо внимательно изучать, читать. Да, мы привлекали наших советников, муниципальных, других специалистов, которые помогали работать с этими документами. Но вот Николаю Николаевичу нравится в кабинете, я буду на улице. Я уверен, что в кондерии с ним, то есть он погрузился в работу за это время, просто физически, я помню, у меня была эта проблема, потому что это забирало почти все время, работа с документами, постоянный, нужен полный контакт со всеми сотрудниками, при море, плюс в то время у нас еще там проверка за проверкой и так далее. И вы знаете, я горжусь, что мы добились того, что Бельце два года подряд был в самой прозрачной мэрии в стране, плюс я горжусь тем, что мне нарисовали все, что угодно за эти годы. Три-четыре заказных убийства там куда мне идут, и госперемороты, там все, что угодно. Но я горжусь тем, что у нас нет ни одного уголовного дела, что мы незаконно провели какой-то тендер. Что в результате моей деятельности, как примара и Николая Григоришина, то есть мы все делали настолько корректно, что даже внешние партнеры признали, как бы, что Бельце 85% прозрачности, причем неважно, это кадровое назначение, это какие-то аукционы, это там связаны с контрактами, с арендой, с эвакизацией. То есть у нас все чисто как в аптеке. Да, я очень недоволен и буду требовать от новой власти. Нам нужно менять законодательство, мы не смогли решить одну из главных проблем. Это снос незаконных построек в парках и так далее. Потому что по закону можно обращаться в горскую инспекцию, в экологию, все доходит до суда, там заканчивается штрафами, история умирает. И моя мечта, ну то, с чем я приехал в Бельце в 2015 году, когда я увидел эту практику в усыгленном Москве, где за одну ночь демонтировали 80 торговых центров, а утром уже посадили цветы там и кунду. Потому что нам с вами, одна из ключевых задач, мы должны прекращать, не просто прекратить, а жестко убрать все то, что Бельцы начали в некоторых частях города, так некоторые объекты начали делать какой-то черкезо-черкезовский рынок. Мы должны будем принимать где-то волевые решения, мы будем собирать людей, мы будем это с ними все обсуждать.